А как вы думаете, Путин в свои 70 боится смерти? Ну, я не знаю, я не хочу сейчас рассуждать. Он, понятно, думает о ней давно. То есть, собственно говоря, но думает он, может быть, не так обывательски. Он думает о том, какой будет его смерть, каким останется вклад его исторический, как будет выглядеть страница в учебнике истории. То есть, его, конечно, беспокоит смерть такого как бы незавершённого, без финала или с плохим финалом. То есть, он прекрасно понимает, что если вдруг сейчас с ним что-то случится, то всё уже написано. Его роль даже не рядом со Сталином, а рядом с Гитлером. Я думаю, они это понимают. И вот он пытается, исходя из каких-то своих представлений о том, что победители не судят, он пытается поменять вот эту картинку. То есть, он пытается сегодня... Вообще, мне кажется, он думает о некрологе. То есть, не о смерти, а думает о том, каким будет некролог. Ну, так, мне кажется. Ну, Сталин тоже думал наверняка. Даже какое-то время полежал рядом с Личом. Ну, а потом было развенчивание мифов и так далее. Путина ждёт то же самое? Ну, времена меняются. То же самое ничего не бывает. Дело в том, что, конечно, знаете, Вторая мировая война, она была первая война, когда фотоаппарат был обыденным делом. Немецкие солдаты получали фотоаппараты, фотографировались, и были инструкции даже. Они должны были фотографироваться около трофеев каких-то, и посылать домой. То есть, мы знаем много, но это всё же таки свидетельство самих солдат. А вот сейчас мы про эту войну знаем всё. И, конечно же, если что-то мы не знаем из этой внутренней кухни, мы это узнаем. Причём мы знаем очень быстро. Вот. И я думаю, что, конечно, он будет, то есть, он переплюнет всех как символ зла, именно потому, что всё будет открыто. Все вот эти вот, все... Вообще, конечно, это сопереживание сегодня Украине, конечно, это невероятно. Вот. И во многом это связано с тем, что мы каждый день наблюдаем за тем, что происходит. Нет, я думаю, что... Ну, конечно же, в первую очередь он будет для самой России злодеем. Потому что, если говорить о каких-то последствиях, понятно, есть последствия для людей, люди погибли, или люди потеряли родину, уехали. Но если говорить о стране, то, конечно, основные последствия – это для России. И для России, я надеюсь, это будет такой образ, который помешает, ну, или, наоборот, поможет людям на территории Российской Федерации создать что-нибудь приемлемое. Страх перед тем, что вдруг где-то случайно вот эти какие-то черты Путина, вот в этом человеке, он вроде всем хорош, но там есть какие-то чуть-чуть черты Путина, и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова